Здравствуйте, студенты! Тема урока «Основные единицы электрических и магнитных величин в международной системе единиц». Цель урока – приобретение знаний о международной системе единиц СИИ, а также единицы электрических и магнитных величин, выяснение исторических сведений о различных мерах и приобретение умений перевода единиц измерения. На прошлом уроке рассматривали электрические измерения, виды измерений, а также электроизмерительные приборы, виды приборов. Также условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы, обозначение принципа действия приборов. Международная система единиц – это правильно построенная и взаимосвязанная совокупность физических величин. Она была принята в октябре 1960 года на 11-й Генеральной конференции по мерам и весам. Сокращенные названия системы – SIC, в русской транскрипции – СИИ – система интернациональная. Система СИИ состоит из основных и рядопроизводных единиц. Кроме единиц СИИ допускается применение дольных и кратных единиц, получаемых умножением исходных величин на 10N, где N – от 18 до минус 18. Основные единицы системы СИИ – это длина, масса, время и сила электрического тока. Эти величины условно приняты в качестве независимой от других величин этой системы. Единица силы электрического тока АМВЕР равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным и прямолинейным проводникам расположен в вакууме на расстоянии 1 метра друг от друга, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия равную 2 умноженное 10 минус 7 степени ньютон. В следующей таблице вы видите производные электрические единицы системы СИИ. Эти единицы определяются через основные величины. В следующей таблице представлены кратные и дольные приставки единицы измерения. Электрические величины – здесь название, обозначение электрических величин. Преимущество международной системы СИИ является универсальной, то есть охватывает все области измерений. С ее внедрением можно отказаться от всех других систем единиц. Она является кокоррентной, то есть системой, в которой производные единицы всех величин. Получается с помощью уравнений с числовыми коэффициентами равны безразмерные единицы. Третье – это единицы в системе унифицированы. И осуществляется четкое разграничение единиц массы и силы. А также есть и недостатки системы СИИ. Это не все единицы имеют удобный для практического использования размер единицы. Например, паскарь – очень маленькая величина. И единица электрической емкости фарад – очень большая величина. И неудобство измерения углов в радианах. И многие производные величины не имеют пока собственных названий. Таким образом, принятие международной системы СИИ является очередным и очень важным шагом в развитии в совершенствовании систем единиц физических величин. В следующем слайде я предлагаю посмотреть вам видео. СИИ – международная система единиц. Современный вариант в метрической системе. СИИ является наиболее широко используемой системой единиц в мире как в поседневной жизни, так и в науке и технике. В настоящее время СИИ принято в качестве основной системы единиц большинством стран мира и почти всегда используется в области техники. Даже в тех странах, в которых в поседневной жизни используются иные системы. Единицы измерения, используемые в электротехнике и электронике, следующие. Во-первых, это длина – метр. Масса – килограмм. Время – секунды. Сила электрического тока – ампер. Термодинамическая температура – кельвин. Сила света – кандел. Плоский угол – радиан. Телесный угол – стерродиан. В системе СИИ применяются следующие множители и приставки. Гига – миллиард. Мега – миллион. Кила – тысяча. Гекта – сто. Дека – десять. Деци – одна десятая. Санти – одна сотая. Милли – одна тысячная. Микро – одна миллионная. Нано – одна миллиардная. Пика – одна триллионная. Система маркировки, условные обозначения нашли широкое применение в различных областях электроники. Вышеуказанные таблицы помогут вам с применением множителей подобрать необходимый компонент, а также рассчитать необходимый параметр. Приведем отдельный пример. Конденсатор. Перевод на множитель. Одна фарада равняется одному миллиону микрофарад и 10 в 12 степени пикафарад. Шкала мультиметра составляет 1 ампер – 1000 миллиампер. Домашнее задание. Ответьте на контрольные вопросы. Что называют системы физических величин? Сформулируйте определение основных и производных единиц системы физических величин. Что называется размерностью основных и производных физических величин? Как обозначаются размерности физических величин? Запишите общее выражение для размерности любой физической величины. Чем отличается размерность физической величины от ее наименования? И получите размерность и наименование работы энергии и мощности в системе СИИ. Используйте таблицу размерности системы СИИ из сайта Википедии. Ребята, прикрепите домашнее задание на сайт дистанционного управления колледжа. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok